Привет! Перед тем, как начать нашу конференцию, которая проходила 9 числа, уже прошло 3 дня, я хочу пару слов. Почти через 80 лет по окончании трагедии Холокоста невозможно представить себе, что ублюдки будут убивать сотни людей только за то, что они принадлежат к еврейской нации. Но это происходит. И не раз, и не два, и не три. И уже начиная с 7 октября, я непрестанно смотрю и изучаю документальные фильмы, пытаясь осознать ситуацию, как в последних дней, так и произошедшее на территории вокруг Иерусалима за 200 лет. В эти дни интернет переполнен всевозможной информацией об Израиле, и мне очень тяжело рассказать что-либо необычное, чтобы не оказаться банальным. Однако все же я решил поставить на ваше обозрение нашу встречу, которая происходила 9 октября, где мы пытались представить себе вчерашний и завтрашний день Израиля. Да и не только. Ради дикого вампирского желания попить чужой крови Хамас обрел собственный народ на горе и страдания. Так почему же полистинцы сами не уничтожают этих кровопийц, чтобы жить лучше? Я жду от них ответа. Вопрос. А почему Хизбалла не поддержала северо-вылазку Хамаса? Да потому что Хизбаллой единолично управляет Иран, а Хамасом Россия и Иран. Тем, кто разбирается в геополитике, сейчас станет все ясно. Итак, есть данные, что тренировкой Хамаса для выполнения этой операции конкретно руководили из Вооруженных сил Российской Федерации, а именно специалисты ГРУ. Еще детали о Хизбалле, которые являются праксой Ирана. Хизбалла сейчас имеет на вооружении полторы сотни тысяч иранских ракет, и эти ракеты ждут лишь своего часа. Объясняю. Иран очень боится Израиля, хотя сам пугает Израиль. Если бы Израиль попытался нанести Ирану значительный авиа- и ракетный удар, то со стороны Ливана на Израиль бы Хизбалла использовала десятки тысяч своих ракет. И тоже были бы, конечно, ужасные результаты. Однако есть еще очень много других слагаемых, которые могут прояснить эту ситуацию, как в Израиле, так и в Украине. То есть война продолжается. И я не хочу открывать для вас много секретов, потому что вы потом спать не будете. Но это была моя примерная аналитика событий, основанная на моих личных переговорах с десятками специалистов военного и политического ремесла. Итак, пошел шестой день войны Израиля с Хамасом. До сих пор на территории Израиля отлавливают поодиночке этих убийц, детей и женщин, пронивших в Израиль 7 числа. Для Израиля этот день стал так, как для Украины 24 февраля. Теперь в Газе нелюди не будут уже спать ни днем, ни ночью и жить будут уже только в подземельях, в норах. А так называемому мирному населению Газы предложено на время проведения операции по уничтожению их любимого Хамаса уйти в специально обозначенные Цахалом места в Газе, которые пока не подвергаются бомбардировке. Либо им предложили вообще покинуть территорию Газы. По всему Израилю продолжается который день под непрекращающиеся ракетные обстрелы, похороны убитых и замученных нелюдями солдат и гражданских. Нелюди заявляют, так же как и русские фашисты, мы ничего не делали, мы не убивали мирных граждан. Этими фейками их научил Лавров и подобные негодяи из российского телевидения. Все важные события, происходящие в мире, не случаются спонтанно, а являются результатом тщательного планирования влиятельных лиц, желающих добиться своих эгоистических целей. И так изо дня в день происходят ужасные непредвиденные события, и люди мечутся по кругу в поисках достоверной информации. Но, к сожалению, постоянно попадают в сети, искусственно расставленные на разных каналах и спонсируемые разными политическими и криминальными структурами, озвученные десятками популярных говорящих голов. У Хамаса явно был план, чтобы подставить двухмиллионное население Газы под израильские удары, чтобы потом обвинить Израиль в геноциде. Вот это и есть большая проблема для Израиля. В анклаве выбрали Хамас. Все без исключения радовались успехами террористов в первый день и были счастливы, что Хамас совершил эти злодеяния на территории Израиля. А почему теперь их надо жалеть? Им, так называемым гражданам, лицам сектора Газа, дали возможность покинуть свои жилища. Кто не успел, тот опоздал. А сейчас надо освободить полностью весь сектор Газа от населяющих его пособников террористов. Самим террористам, безусловно, места не должно быть нигде. Их надо найти и устранить. В течение почти 20 лет жители Газы жили на халяву, ничего не производили, получали гуманитарную помощь от Запада. И в том числе юзали главные ресурсы из Израиля. И ни для кого не секрет, что все они, и не только Хамас, желали смерти евреям и полного уничтожения Израиля. Ради того, чтобы понять, как жить дальше, я организовал эту конференцию. Привет. Сейчас подключатся. Вот эти все войны, это вот это. Сейчас мы один вопрос обсудим. Он такой очень щекотливый, я не знаю, его в эфир пущу или нет. Я с вами буду советоваться, что пускать в эфир, что не пускать. Потому что, может, мы будем сейчас такие вопросы решать, что лучше людям не знать. Но хотя бы между собой поговорим. Согласен? Ну, я заблаговременно согласен пустить в эфир, чтобы здесь мы не услышали друг от друга. Ни от кого не прячусь. Ну, хорошо, я рад. Я рад. Я буду намекивать. Намекивать буду. Сейчас будем знакомиться. О, Илюша. Отлично. Знакомимся. Влад Винницкий. Человек, который родился в Сибири. Который учился в политическом институте. Прошел долгий путь. И уже 20 лет живет в Израиле. Больше никаких секретов не рассказывал. Правильно? В каком городе? В каком городе? Нест-Сиона. О, да. Понятно. Юда-Сиона. Да. Илья Рабинович. Москвич. О, русский человек. Просто поражение. Наконец-то! Белорусский. Белорусский. Рабинович. Или даже югославский. Более того. Да. Значит, москвич. Вросший туда корнями. Долго отрывающий корни. И уже сколько? Два с половиной года в Израиле живет? Пять. Пять. Значит, я как математик скажу, что два с половиной умножить на два, получается пять. И Зуир. И Зуир. И Фуат Агар. И Фуат Агар. Они еще в Гарбе Барьям. Отлично. Итак, Илья и инженер. А, я забыл сказать, что Влад инженер, Илья тоже инженер, айтишный инженер, и мой друг и товарищ Юрий Польский, москвич, профессор-политолог, который, в общем-то, полный профессор, преподавал здесь, в Америке, в штате Пенсильвания. Он пару слов... Юрий, расскажите пару слов, чтобы ребята о вас немножко знали и начнем с них. Двадцать семь лет работал в Вестчастерском университете. Я выпускник университет, Московского университета, институт страны Азии и Африки. Вот кратко, очень кратко. Поскольку меня и Рабинович на работу все равно не примет, то я больше не рассказываю. Из-за национальности. Кроме того, Юрий живет в Америке без селфона, поэтому его никто никогда не запилингует, кроме меня. А вы жили в Израиле, Юрий? Нет, нет. А откуда еврист? Интересуется. Интересуется? Мало того, если вы зададите любой вопрос, любой вопрос по израильскому спорту, о любой команде израильской, он вам по годам расскажет, кто был тренер, кто проиграл, кто победил. Я с ним на этом не разговариваю. Не будет матча со Швейцарией. Такой был интересный день. И такая страшная беда произошла. Матч со Швейцарией ожидался. Это был очень интересный матч. Но состоится матч Румынии с противником, с мощным. О войне мы говорим. Это тоже в определенной степени война. Просто без смертоубийства друг друга. Нет, нет. Да, кстати, Ассулин погиб. Вы знаете, да? Ассулин, израильский футболист. 43 года. Ужас. Да, он поехал не на ту вечеринку. Это ужасно. Ужасно. А можете вы мне рассказать? Я, честно говоря, в двух словах. Я не знаю, Илья или Влада. В двух словах. Что это была за вечеринка? Ну так, в двух словах. Ты можешь начать, а Влад закончен. Так, по две минуты буквально. Чего? 260 трупов. 260 трупов. Это уже известно. Я хочу то, что неизвестно. То, что неизвестно. Ну, скажем так. Я мало знаю об этой вечеринке, потому что это транс вечеринка, рейф вечеринка. Я немножечко далек от этой музыки. Я люблю другую. То есть, это музыкальная была. То есть, это такие, ну, будем говорить, они какие-то хиппари такие вроде, да? Ну, что-то типа, да. Да, что-то типа. Хорошо, все. Насколько я знаю, там основной лейтмотив был типа, make peace no war, вот давайте. То есть, они пропагандировали мир и любовь? Да, да, да. Все, достаточно. Влад, твое мнение об этой вечеринке? Ну, там, насколько я слышал, это что-то вроде клуб любителей природы. Ну, это совпадает с этим пацифизмом. И там жертв, конечно, больше, чем 250 человек. А сейчас уже больше тысяч. Ну, это по всему Израилю больше тысяч. Да, да. Ну, больше по всему Израилю. Мы говорили, не, в данном случае мы только про этот клуб. Окей, понятно. Я нашел в интернете этот сюжет. Это немыслимо. Нападение Хамаса превращает праздник жизни в хаос смерти. Террористы пролетают на три вечеринкой, и люди даже не подозревают о нападении. Люди танцуют, смотрят на приземляющихся террористов и думают, что это израильские парашютисты. За сегдаты и вечеринок даже не обратили внимания на высадку боймяков Хамаса, так как те были переодеты в израильскую форму. И потом они начали хладнокровно убивать сотни участников, а также взяли десятки из них в заложники, планируя обмен пленными в Израиле. Этот фестиваль проходил буквально в нескольких километрах от границы сектора Газы. И удивительно, почему их никто не охранял, почему они все безоружные. Мы же всегда видим видеоматериалы из Израиля, там даже молодые девушки ходят с автоматами. Это какой-то ужас, и объяснить это просто невозможно. Такое насилие Хамаса, конечно же, сейчас создало поддержку Израиля со стороны многих стран мира. Того, чего не было, конечно, раньше. Раньше надо было останавливать террористов, раньше надо было их уничтожать. Ну, что говорить. По некоторым данным, на этом фестивале было до тысячи людей. И половина, наверное, была уничтожена или взяты в заложники. Конечно, сейчас Израиль уже мобилизовал 300 тысяч солдат в рамках ответного удара по Хамасу и по сектору Газы. За последние несколько десятков лет в Израиле не было такого ужаса. Это явно была подготовлена Россией ГРУ операция, и вооружены были тоже русскими самыми современными автоматами. Хамасовские гориллы не могли это организовать сами. Я не уверен, что мы сейчас посчитали всех жертв, которые были убиты с этой вечеринки, потому что кого-то, скорее всего, еще нужно будет найти по кустам. Ну, их трупы. И трупы, и там выкрали, и выкрали там, наверное... Часть выкрали, часть убили, то есть времени прошло еще мало. Там могло быть и 500 человек, никто же их не считал там. У меня есть инсайт, у меня брат там сейчас вот эти трупы забирал. Рефриджераторы они набили этих трупов и отвезли, что смогли, что успели в Абукабир. Это наша медэкспертиза, где производится. И они еще... У них как бы... Они не могут всех посчитать. Посчитали пока тысячи, и еще будут считать, считать, считать. Сейчас взрывы по стране есть? Ну, в данный момент нет. В данном... Ну, опять-таки, уже по стране... На каком расстоянии вы... Смотрите, вы оба находитесь южнее Тель-Авива? Я да, но я не очень далеко. То есть это Большой Тель-Авив. Бат-Ям – это часть Большого Тель-Авива. Я понимаю. То есть вы находитесь ниже середины, да? У нас за весь день была одна тревога всего. И скорее... И я слышал, ну, я слышал сбитие ракеты. Скорее всего, это было где-то примерно в районе Ришино. Ну, судя по силе звука, это было скорее где-то в районе Ришино. Окей. А там, где ты живешь, Влад? Ну, у нас было сегодня где-то три, может быть, сирены. Угу. А в первый день? Воспользуюсь кусочками твоего видео, потом, когда буду монтировать. Угу. Да. То есть прямо взрыв, взрыв. Пады взрываются. Прямо здесь где-то. Ну-ка, ну-ка. Я гавань, я ле... Ман? Вау. Вау. там и там еще одна здесь вот то есть вот это вот там был взрыв не было перехвата здесь тоже поход не было перехват у нас за первый день вечером был один прилет где-то примерно в 150 метрах от моего дома то есть он стоит на близко к перекрестку и на другой стороне был прилет там несколько машин сгорела там дырка в асфальте в общем там хорошо принесло хорошо сейчас я дам слово юрию но перед тем как я дам слово юрию а потом вы расскажете тоже юрий вам юрий задашим вопросы да ты я думаю что ты задашь может даже лучше вопроса чем я потому что это твоя работа это твоя так сказать парафия вы видите я сзади поставил танк и деньги да и вы понимаете танк похоже ты 72 любой может быть это тень от танка вот за деньгами всегда маячит тень танка или ракеты или архаровцев каких-то или еще каких-то убийц и насильников это все за деньгами я вам сейчас расскажу одно предположение что кука съели из большого уважения так вот у меня только что час назад было интервью севы каплана а сева же такой человек который как говорится имеет инсайды разные он их обрабатывает но он не сказал то о чем я раньше слышал от других людей и он говорит я не буду пересказывать какую херню залупил сева потому что те кто смотрели первую серию это слышали и вы помните что сказал мистер икс он полностью раскрыл то что это московская пропаганда приятная новость возможно не подожди возможно такое они теоретически возможно все ну как бы вопрос правда или ложь я задал себе в лоб вопрос дай мне твои connections где-то это взял не веришь не надо не верю вот такое я сделал вступление нам не надо юрий пожалуйста ваше слово товарищ маузер это было чудовищное преступление и неслыхано чтобы израиль позволил этому случиться зверства которые совершили эти подонки они просто непостижимы есть кадры изнасилования издевательств неслыханного издевательства над телами погибших все это вместе показывает с кем имеет дело израиль на протяжении десятков лет такие зверства были совершены раньше против израильских граждан но не в таком масштабе мы помним убийство подростков дельфина и в других местах это было страшное событие и тем не менее израильские власти не предприняли достаточных мер вообще никаких мер чтобы противостоять такому неслыханному унижение это страшнейшее унижение наносит тяжелейший урон государству израиль забыть это будет невозможно никогда причем это служит невероятным стимулом для всех врагов израиля еврейского народа то что произошло просто непостижимо в это трудно поверить но это произошло а раз произошло значит нужно с этим иметь дело теперь одну секунду одну секунду я юрия еле уговорил он не хотел давать никакой интервью не хотел об этом рассказывать у него все внутри кипит и я сказал что я предупредил влад слышал а юрий не слышал и илья если вы захотите чтобы я что-то из этой программы вырезал и не показывал в ютюбе вы мне потом скажете потому что один человек ты помнишь когда два года назад один из лондона ты был кажется илья на программе когда один из лондона рассказал сколько миллионов долларов он из москвы банкиром переводил в нью-йорк пьяный на программе а потом он мне звонит говорит сэм ты что это поставил в ютюб я говорю да меня теперь убьют шутки шутками я его после этого не 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 видел и не знаю где убили я не знаю это серьезный человек который мажайку закончил который с банкирами дружил не буду называть фамилии но я убрал потом ту программу с youtube она уже было поздно поэтому думаете перед тем как говорить извини юра но я мне кажется что я по делу правда я по делу сказал конечно что теперь делать в одиннадцатом году израиль пошел на неслыханное унижение когда за шалита и лада шалита было отдано гораздо больше чем 1000 убийц это было просто невероятно теперь хамас выкатит неслыханные требования по наглости и будут будет на этом настаивать совершенно непонятно как действовать правительство израиль вообще что делать теперь с трудом убрали этих подонков с территории израиля причем не нашли по моему до сих пор туннель через который они пробирались вообще это стена безопасности оказалась анекдотом все вообще как что говорилось об израильской армии и израильской разведки все это превратилось в дым течение 24 часов еще раз видеть эти убийства женщин когда кретин дегенерат танцуют на теле женщин у которой остались одни трусики при том что существует израильская армия это просто кажется какой-то дикой фантазии но это правда конечно в субботу произошло неслыханное опять же что произошло то произошло что делать сейчас вот вопрос вот нужно уничтожить хамас теперь переговоры с хамасом какие-то церемонии совершенно неуместны просто немыслимо после того что произошло как-то жить вместе с этой преступной организации исламским государством на уровне как минимум исламского государства просто невозможно необходимо уничтожить хамас хамас пользуется поддержкой какого числа палестинских арабов живущих на территории палестина палестину я считаю израиль газу самарию и конечно и ордане и ордане это палестина и там большинство палестинских арабов и они тоже поддерживают хамас вот что делать теперь после того как хамасу было разрешено совершить неслыханное преступление это не мысль поэтому очень трудный вопрос будет перед израильским правительством посылать наземные войска газу где огромное количество мин и всяких других препятствий но просто другого выхода нет вот сейчас правительство израиля завершила блокаду газы это нужно использовать в полном объем говорить на эту тему очень можно долго но нет никакой очевидной идеи как с этим закончить раз и навсегда но я здесь остановлюсь и предложу другим участникам спасибо юра очень очень актуально очень правильно я чуть-чуть добавлю и и следующий влад и я хочу чтобы илья как бы в конце сказал я эти дни пару дней я и до этого я посмотрел несколько документальных фильмов серьезных документальных фильмов по поводу становления вообще и палестины и израиля начиная с начала девятнадцатого века вот я начал смотреть сначала девятнадцатого века потом перешел в начале двадцатого века и я смотрел как там работали значит англичане османская империя французы там все вот она вот она хунта поработала вот и то что мы имеем сегодня это остатки того чего они там делали что еще очень важно я заметил что в ютюбе очень много англоязычных программ каналов которые имеют на сегодняшний день до 100 миллионов просмотров открылись они в двадцатом двадцать первом году и когда я смотрю в глубину этих каналов они очень дают 90 процентов правды а 10 процентов путина можете себе представить какие деньги путин захуярил туда у меня другого слова нет а я вам скажу какие деньги вот примерно то что я знаю что если каждый день начиная с 2003 с 2004 года каждый день на запад продавался газ и нефть примерно на 1 миллиард долларов в день вы это знаете там уже чуть меньше а потом чуть больше среднем на 1 миллиард примерно 350 миллиардов в год а за 20 лет а за 20 лет понимаете да получается где-то там под 50 триллионов 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 да спасибо триллионов конечно и пусть у него на сегодняшний день есть два-три триллиона чистые которые где-то по всему миру известно фрс знает все знают только они не могут их достать эти деньги так вот если из этих денег он выделяет в год по сто двести миллиардов долларов на пропаганду так вот я зуб родной даю что это так и английские французские итальянские немецкие газеты целые издания все но последние два дня я слушал только эль джазиру на этом я закончил вы поняли я беру информацию из заднего прохода уже с переднего вы расскажите пожалуйста вот но ты меня знаешь и мне вообще настроение апокалиптические были до гораздо задолго до этого происшествия поэтому меня абсолютно не удивило когда была середина я думал что это хизбалла потому что я вообще про хамас не думал как и все думали там хамасники а потому что такая реклама была сегодня вроде не да 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 хизбалла да у них полмиллиона ракет на нас смотрят ждут то есть они какой-то момент должны конечно запустить и взорвать то что произошло как бы ну пока ну армия у нас балаган я как-то гулял просто и случайно просто гулял и случайно зашел на базу военную как как это звучит я себя нашел на территории военной базе я такое себе не представлял честно говоря я влад рассказал о страшных нарушениях которые происходили в армии в то время когда в стране бушевали политические неурядиц и он меня потом попросил чтобы я это вырезал и конечно же это ужасно и вот такой результат бульдозером смели границу и через море зашли тысячи человек зашли забежали поубивали всех ну вот зашли на военную базу там девочки были приземницы 18-летней всех поубивали у меня брат их забирал рассказывал все это видит горы трупов девочек от возраста мои мои дочери черти черти горты даже не не звери какие-то черти и собственно а настроение вот эти вот жестокие они очень сильные в исламской части израиля и вот один экс-израильский генерал говорит ребята ребята что мы делаем у нас в израиле живет анти-израильские настроенные арабы которые все вооружены у них больше 400 тысяч стволов на руках то есть когда начнется реальный коллапс вода воды не будет в кране что электричество нету телефон исчезнет они выйдут на рейды и будет реальный геноцид потому что они никогда этого не скрывали мы им верим они этого хотят достаточно просто зайти в яфу и когда вот что-то происходит вот раз что там сидят тихо видимо туда приехали арабы видимо до яфа они доехали хамасовцы и сидят там выжидают момента вот поэтому они не стали на демонстрации поддержки выходить потому что другое обычно когда что-то случается они все выходят на демонстрации не хотели светиться просто да да то есть они подозрительно притихли обычно любая какая-то движуха они выходили даже даже просто теракт важная ты вещь говоришь очень они выходили на демонстрации по поддержке там там где у меня церковь стоит там вот это самый арабский квартал мусульманский там есть арабы то есть нужно опять же есть арабы говорящие христиане это совсем другие люди они себя дистанцируют миллион километров арабы говорящих мусульман я должен сделать обязательно сейчас ставку обязательно в этой программе сейчас интересно крест-накрест два человека мы с юрием старшее поколение нам за 70 лет я родился в киеве юрий родился в москве мы из того века два молодых парня тоже из россии тоже оба инженеры оба разные один родился в москве другой в сибири илья последователи иудаизма юрий последователи иудаизма но не юрий ты же не не ходишь каждый день в синагогу очень редко правда да не очень так сказать я в свое время ходил синагогу перестал ходить честно могу сказать потому что увидел что я это бизнес такой для меня очень сложный бизнес я я не участвую сложном бизнесе вот а влад христианин и вот христианин который живет 20 лет в израиле вот и они могут выйти на рейды то есть они все вооружены а мы-то в себе заружены мы вот мы жалите они простые вот к нам вот в мою в мою настиону зайдут эти доберутся до на нас же по хамасовцы с чем я выйду с нунчаками чем я выйду с авторучкой с ножом я не могу понять а ты что не можешь быть вооружен в эти дни это же военное положение не с моей точки зрения я бы хотел быть вооружен но пока правительство да вот правительство то есть если бы она бы пока они же пока меняют памперсы наше правительство а если бы она нормально реагировала она бы сделала программу срочную программу по раздаче оружия населению конечно в украине раздали на второй день оружие да раздавали вот то есть раздать автоматы у них там калаши этих патронов миллионы то есть раздать чтобы мы вот на меня напали чтобы я мог себя защитить потому что когда армия будет и вас проходил подготовку то есть тебе это не сложно я умею я умеют это движение делать я понял илья ты тоже проходил подготовку нет я не проходил подготовку я знаю что если если выдать мне оружие то в общем ничего ничем хорошего это не будем не закончится потому что вот это движение это недостаточно вы не рассказывали как нет своих нет но я скорее всего в цель не попаду потому что там нужно не только нажимать правильно на спусковой крючок но еще и правильно держать пистолет а чтобы правильно я понимаю сейчас вот хамас хамас вот он делает то что делает там начнется фронт на на юге хизбалла по нам выпустить все что у нее есть от израиля останутся только израиль превратиться в руины в мариуполь вот нужно психологически считаю что они вот дня на день начнут обстреливать да да то есть они готовы уже да нужно нужно кто не знает открыть фотографии мариуполя вот можно даже распечатать смотреть на это и психологически подготовиться к этому к этой картинке потому что израиль будет выглядеть так у нас половина домов стоят на этих ножках они себя падают вместе с этими защищенными комнатами и те кто в них нужно нужно быть готовым тому что будет огромная атака который просто сотрет все а потом доказательства и доказательства этому я могу сказать при всем что у меня душа болит доказательства что они пока тихие вот они тихие они ждут какого-то момента так или нет да а они вот хизбалла но они уже не тихие они начинают немножко постреливать у меня же брат туда поехал на север вот у них они все эти вот последние годы со дня последней войны накапливает каждый год по сотни тысяч ракет еще сотня еще сотня еще сотня стоят шахтах и смотрят на израиль просто кнопочку нажать и все эти на нас полетят и причем это не ракетки как-то хлопушки до нас до института летала ракета называется 110 хамасовская в ней 150 килограммов гексогена когда она взорвалась в 500 метрах от моего дома надо прям над нами прилетел осколок такой как вертолет 500 метров летел осколок огромный то есть это серьезно это будет война на психологическая то есть когда люди это в основном выживут многие будут погибших но вот когда видеть все это разрушение люди будут сходить с ума от этого психическое то есть даже сейчас уже люди себе места не находят я смотрю как люди себя ведут женщины просто мечутся ты видишь их состояние психологическое она она себе места не находит она у них в душе прямо все мечется а когда все это начнется это будет это будет психологическая атака прежде всего это будет физическая атака потом у нас может сильно пострадать электричество она у нас дождь у нас вот мы не готовы к зиме дождь дождь выпал не кричит пропадает дом тем более к войне мы точно не готовы даже в америке такое электричество нет нету насосов нет насосов нет воды нет воды куда идти то есть нужно запасаться водой сейчас запасаться водой для питья это самое главное что без без еды можно прожить водой всем необходимым да нужно запасаться вот потом соответственно на фоне вот этой всей этого балагана когда не будет когда армия будет на фронтах в городах останется полиция некоторые останки полиции который будут сдерживать арабов арабы будут убивать полицию и арабы будет делать рейд и вот вместо внутренние наши арабы которые и в усze ли имя живут которые там хайфы живут к именно я им думаю мусульман конечно не христиан которые явь я фо живут на неко одну секунду потому что мужчины будут все в армии а женщины будут дома 알апыч не будут в армии будут дома ну просто потому что мы мы которые все гражданские мы безоружные Нас от этих вот случайных вылазок армия не сможет по определению защитить. Что же, не расставишь из каждого солдата в каждом квартале, чтобы там сообщали. Надо бить сейчас колокол, вас должны вооружить. Надо бить колокол, сильно бить сегодня, сейчас, в эту секунду. Да, нужно, чтобы нам раздали калашниковы, которые, ну, у нас трофейных дофига. Да и у нас всего, там, товары всякие, у нас всего этого оружия, у нас много, много. Можно американцев попросить, у них есть, в Вьетнаме еще остались. Да дадут, конечно. Чтобы у каждого по две тысячи патронов, по два ствола дома, пистолеты, автоматы вооружиться. Вооруженный народ, никто нас не будет трогать. Все, остановимся здесь на этой ноте. Спасибо большое. Я только, еще два слова Илья и на закуску потом Юрий. У меня есть много очень информации, потому что я разговариваю как минимум с 10-15 странами мира. В том числе я разговариваю с Москвой. Я не разговариваю с Тегераном, там у меня никого нет. Но я разговариваю с Японией, я разговариваю с Китаем, я разговариваю с Австралией. То есть я знаю, что в мире делается, я знаю, какой рикошет. На этом я заканчиваю вторую часть, а в третьей Илья расскажет о политической ситуации в Израиле. Вы видите сейчас один из авиарейсов, когда молодые израильтяне возвращаются на родину, чтобы вступить в армию по призыву. Они путешествовали. Обязательно пишите комменты и распространяйте это видео. Завтра будет третья заключительная часть. Пока.